Всем привет, друзья! Игорь, канал Алена Арвлог. Что происходит? Что за котомки, чемоданы? Обо всем расскажу. Возможно, наши подписчики заметили шортс, в котором я делал объявление по поводу того, что переезжаю. Да, переезжаю. Но не уезжаю из страны, а на новую квартиру. Год прошел, здесь уже прожили, контракт успешно закончился и выдалась возможность сменить и найти квартиру, которая будет чуть больше удовлетворять своим определенным хотелкам. Те наши зрители, которые постоянно сидят, знают, что Алена уже очень много вкладывается в развитие Инстаграма и нам критично важно уже иметь нормальную кухню, а не такую, как вот здесь. Я вам сейчас рум-тур еще раз покажу, какая это квартира. Поэтому сняли с более адекватной кухней и переезжаем. Переезжаю. Алена с детьми скоро уже приедет, Доминик и Стефани. Уже сразу же все будут в новом жилье. Осталось совсем чуть-чуть их подождать, поэтому готовлюсь. Здесь она рядом с этим местом, где я снимаю. Мне помог один крутой риэлтор, я считаю, один из лучших в Будве. Почему, расскажу попозже. Поэтому смотрите до конца и вы узнаете, к кому обратиться за помощью в аренде и не только. И получить в подарок от нас 10 евро. Не просто так договариваюсь. Стоит еще сказать такой вот момент, что в этом году просто творится какое-то... Все в шоке сами, даже сами хозяева в шоке от того, какие цены они ставят. Такое ощущение, что есть квартира, значит это должно быть 1000. Хороший ремонт, плохой ремонт, неважно. Тысяча и все. Все к этому подбирается. Я, конечно же, утрирую, друзья, потому что есть и за 800, есть и за 600, и за 500. Но только те, которые сейчас 500-600, раньше за 200 еле-еле сдавались. А сейчас уже вот, пожалуйста, заезжай. Не хочу, как говорится. И что будет потом, неизвестно. А ситуация, да, в Будве на побережье такая. Я общался с риэлторами, с многими уже, когда я искал квартиру. И уже говорят о том, что даже в Цетинье уже проблемы с жильем. И там даже тоже пошли цены вверх. То есть те, кто мобильный, быстрый, уже фух, быстренько в ближайшие города. Цетинье, Подгресе. Ну и там уже забирают лучшие предложения по недвижимости. Поэтому, если для вас важно, чтобы по ресурсам было более-менее экономно, ну, лучше поторопиться и не сильно привязываться к морскому побережью. Потому что на самом деле, там 20-30 минут ехать из того же Цетинье, это как вот, ну, я не знаю, если в больших городах жили, то, ну, выехать, выйдите куда-нибудь. Ну, как минимум полчаса будешь идти. Особенно из спальников, которые там в конце города находятся. Вот. А Черногория вся маленькая. Рум-тур покажу. Это вот про вот этот вот агрегат, про который я говорил. Его в Инстаграм снимать совершенно невозможно. Да и тут вопрос, сможет ли он выдавать нужную температуру для запекания таких уникальных десертов, которые делает Алена или нет. Ну, собственно, и кухня такая маленькая. Да, бардак, все-таки извиняюсь, потому что переезжаю в сборах весь. Вот. Но зато из плюсов, то, что она отделенная. И если вам не надо в Инстаграм снимать кулинарные шедевры, то вполне себе круто и удобно. Потому что дверь даже закрывается. И знаете, для Черногории это просто редкость. Все, нет кухни. Комната большая. Для семьи с одним ребенком. Или с двумя даже, если маленькие. То пойдет. Большая комната. Олесик тоже ждет своего переезда. И вид на гору. Изумительный вид на гору. В общем, друзья, в общих чертах я показал. Но более детальный ром-тур у нас был почти год назад, когда мы с Аленой сюда приехали в июне. Все ухожено. Собственник квартиры у нас работает директором отеля. Это, кстати, тоже плюс, когда собственник квартиры именно черногорец. И когда занимает какую-то определенную должность, тогда нам проще получать все документы. Девочки, раковины чистые. Унитазы чистые. Она везде поставила цветочки. То есть, хорошая стиральная машина, бойлер. То, что надо. Просто, что оно вот компактненькое, небольшое по размеру. О, после Херцог-Нови, когда мы смотрели на эти квартиры. Ну, конкретно, ребят, убитые. Честно, настолько убитые. Никакие неопрятные. Я там все время за голову хваталась. То, когда я увидела эту милоту, да, я поняла, что это просто не сравнится. А цена аналогичная. Ну, там площадь. И сняли эту квартиру, показывали. Все полностью, как здесь. Поэтому, может, посмотреть наши впечатления тогда и сейчас. Вот. А сейчас пойдемте покажу, куда мы переезжаем. Ради чего мы поменяли это жилье. Кстати, вот это жилье, я не говорил, стоит уже 900 евро. Да, ну, не то еще. Ну, зато место шикарное. Центр города, все в шаговой доступности, машины не надо. Вот, друзья, показываю, не затягивая, место, куда мы переезжаем. Начинается место со входной двери. Здесь много всяких штук дополнительных, полезных, чего не в каждой квартире встретишь. Санузел. Тоже редкость биде. Душевая. Даже две раковины. Огромный полотенцесушитель. Ну, то есть, тут выглядит приятно. На полах камень, а не плитка, как в основном везде. Ну, то есть, то да, как бы спорно, но выглядит, мне, по крайней мере, нравится. Огромный диван кожаный. Телевизор, интернет. Хозяйка увлекается реставрацией, культурой. И здесь вот старые реставрированные стулья. Ничего сверхъестественного, друзья. Ну, хотя бы нормальная. Есть плита. Вы можете обратить, что здесь нету духового шкафа. Но есть нюанс. Заключается в том, что Веско попросил, сказал, ну, им надо кухня. И хозяева сказали, хорошо, мы поставим. Сегодня приходил мастер, сделал замеры. И, ну, не кухня, а духовка. Сделал замеры, духовой шкаф будет сюда встраивать, впиливать. И для меня это было удивительно. То есть, они изначально там, типа, ну, типа, нету ничего, как хотите, все остальное. Веско просит, говорит. Ну, я так понимаю, да, это когда, ну, риэлторы, когда вот такие взаимоотношения, как для своих, они сразу же идут на максимальные уступки и по-хорошему, ну, располагаются. Поэтому, крайне рекомендую. В описании будет его контактный номер телефона, в шкафчиках замаскировано, маленький холодильничек. Ну, конечно, семью так себе, вот. Но мне одному вполне его достаточно будет. Эти два месяца, пока Алена будет со мной, мы будем чаще ходить в магазин, не делая эти запасы. Вообще здесь Черногории, наверное, ну, на побережье, по крайней мере, не принято большие холодильники размещать. Не знаю, как в обычных домах, думаю, где большая семья, там все-таки должен быть запас еды в холодильнике. Хотя, может, это тенденция самой Черногории. Вот спрошу у кого-нибудь из местных. Да, еще здесь вот кофеварки в количестве одной штуки. Простенькая, но капельная. Но зато для черногорского кофе уже что-то. Отдельная комната, в которой бойлер, стиральная машина и как такое, как складское помещение. Тоже прикольно. Спальня. Ну, побольше, опять-таки, чем та, которую мы снимали. И огромный-огромный шкаф с телевизором тоже. Видите, да? Вот такая вот, друзья, квартира. Она, конечно, чуть-чуть подороже, чем наша предыдущая. Но есть, как видите, свои такие неплохие преимущества у нее. И все она, вот, так скажем, мне досталась благодаря риэлтору, который здесь уже 20 лет всех заселяет. Скорее всего, многие, кто нас смотрит, особенно из Черногории, вы его знаете. Это Веско Боришич. И я, уже воспользовавшись второй раз его услугами, очень-очень сильно его рекомендую всем остальным. Еще раз напомню, что в описании его номер телефона можно писать ему в Viber. А лучше звонить, так как он уже очень опытный в этом деле. Он предпочитает, ну, быстро решать вопросы. Вы позвонили, он вам с вами сразу же свяжется, все расскажет и покажет. Ну, и напомню еще и в прошлом году ту же, опять-таки, квартиру, в которую мы сейчас были, смотрели. Мы с Аленой заехали с двумя котами и одной собакой. Херцог Нови нас не принял все, ну, типа, вон, вон, вон. И все риэлторы, ну, у вас коты, собаки, ну, может быть, плюс 300 евро предложите. А Веско уговорил, и хозяйка нас заселила. То есть, важно пользоваться услугами профессионального и надежного человека. Более того, друзья, всем подписчикам, которые придут от нас, Веско передаст 10 евро после заключения договора. Только не забудьте сказать, что вы пришли от Игоря, подписчики YouTube-канала Алена Орлок, и подпишитесь обязательно. Ну, чтобы получать скидку. У нас уже, вы помните, и Рентакар, 2 евро скидка. Главное, чтобы вы сказали, что от нас пришли, и Веско Боришич выдаст вам 10 евро от нас, если вы заключите сделку по аренде жилья. Ну, так вот, друзья, проходит уже практически первый год пребывания моего здесь. Что-то хорошее, что-то не очень, всякое бывает. Ну, самое главное, сейчас вот приедут мои ко мне, и у нас будет снова серия видео уже в логовых вместе, как мы здесь в Черногории живем. Поэтому подписывайтесь, лайки. Ну, и от меня, как всегда, всем нашим подписчикам, кто нас поддерживает, сердечко. С самого центра Будлы. Пока, друзья.